Светлана Бритовусова по решению суда должна государству более 9 тысяч долларов за незаконный промысел черемшой. Как и большинство жителей поселка, раньше женщина работала на птицефабрике. Несколько лет назад единственное предприятие в поселке закрыли, а люди стали зарабатывать на жизнь дарами леса. Собирать грибы, ягоды, дикорастущую черемшу, которая, к слову, занесена в Красную книгу. Для женщины это был единственный источник существования. С ограничительными мерами государства Светлана не согласна, ведь черемша испокон веков росла в этих местах, и от сбора людьми ее не становилось меньше. А в лесу ее очень много, именно все бугры этой черемши и заготовка леса на этой черемши происходит. Их миллионы не штрафуют, и это все тракторами месяц, им миллионы не дают. За один срезанный корешок полезного растения штраф половины месячного расчетного показателя. Это примерно 900 тенге. В Красной книге растение числится как редкое и особо охраняемое. На черемшу у покупателей спрос особый. Вот большинство жителей поселка, несмотря на страх и риск, продолжают срезать стебль и торговать черемшой. Ведь в селе нищета, и жить на что-то надо. Мне осталось до пенсии два года. Как я должна жить? Мне, я вот эту черемшку сама езжу, рву, горы вот такие, я по ней лазаю, на рву принесу, стараюсь продать. Должны для местного населения какие-то по 10 килограмм там давать, выписывать хотя бы. Не тоннами, конечно, как-то, 10 килограмм можно. Хотя бы для себя люди... Местному населению хотя бы можно. Здесь витаминов, у нас кроме колбы и калины ничего такого не родится. Это, вон, на юге, там яблоки и персики, виноград у нас колба и калина. Хрен еще вот растет. Можно ли сделать исключение и разрешить собирать растения жителям районов, где распространена черемша, мы решили уточнить у сотрудников природоохранной прокуратуры. Однако выяснилось, что внести изменения в законодательство могут лишь организации со статусом юридических лиц. Заинтересованные организации вправе выступать с инициативой внесения по праву действующие нормативно-правовые акты. То есть, в том числе и в такие акты, которые бы разрешили, как бы сказать, предусмотрели бы определенные лимиты для местного населения. Экологи считают, что если черемши растет так много, то вполне возможно исключить ее из списка исчезающих растений и разрешить промысел для личных нужд местного населения. Если сейчас возникли какие-то проблемы, ее многое, и она напрасно внесена в красную книгу, то, наверное, следует также обратиться к ботаническому саду, который занимается изучением природных растений, природных ресурсов, области, чтобы они провели инвентаризацию и выдали свое заключение. К сожалению, пока закон менять никто не собирается, а для погашения штрафов жители поселка вынуждены находить средства. А единственный вариант – продажи черемши. В черемшанке людям жить больше не на что. Продолжение следует...